А сейчас к теме, которая была в топе новостей в конце прошлой недели. Речь о мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики. Одно из них прошло в формате открытого диалога в Твери, где состоялась встреча с Героем Российской Федерации, космонавтом-испытателем Сергеем Корсковым. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В мультимедийном парке России «Моя история» состоялась встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Корсаковым. Это уникальная возможность побеседовать в формате открытого диалога с Героем Российской Федерации и узнать, как проходят процессы подготовки к полетам и многое другое. Сергей Владимирович Корсаков – российский космонавт-испытатель. Своё детство и юность Сергей провёл в Тверской области. В 2000 году окончил гимназию в Кимрах. С отличием окончил МГТУ имени Баумана по специальности ракетные двигатели. Получил второе высшее образование по специальности менеджмент организации. А после сумел притворить свою детскую мечту в жизнь. Мой путь в космос тоже начинался с мечты. Это была детская мечта. Я был таким маленьким парнишкой, ребёнком, который читал книги, смотрел фильмы о космосе. И что-то вот клыхнуло в груди. В 2012 году моя мечта, которая всё это время жила в сердце, дали шанс. Это был первый открытый набор в отряд космонавтов. Всё, что у меня было, осталось позади. Я ринулся, как в омут, в это предприятие. И мне удалось попасть в отряд космонавтов и полететь в космос. Космонавт ответил на все вопросы присутствующих. Рассказал про процессы подготовки к полётам, медицинские проверки и тренировки, про жизнь в космосе. А также поделился уникальным опытом с подрастающим поколением. Как после приземления вы привыкаете к земному притяжению? В первые дни мы адаптируемся. И начинается сразу тоже на земле. Из культуры специальные методы. Сначала мы ходим в бассейн, постепенно адаптируемся. Помимо профессионального, Сергей Корсаков поделился и творческим опытом. Он принимал активное участие в съёмках клипа группы «Ума Турман» на песню «Звёзды». Сергей снял уникальные космические кадры, исполнил песню и сыграл на гитаре на борту МКС. И всё это удалось совместить с рабочим процессом, что, безусловно, произвело впечатление на гостей мероприятия. Я надеюсь, что эта встреча вдохновит ребят на поиск себя. Не обязательно в сфере космоса, но в той сфере, которая сделает их по-настоящему счастливыми, в которой они смогут реализовать себя. И ещё раз подчеркнуть, что наша страна, Россия, даёт все возможности для того, чтобы молодой человек смог реализовать свой потенциал и сделать нашу страну ещё более великой. Эта встреча позволила школьникам, студентам и другим гостям мероприятия на примере Героя Российской Федерации увидеть, что нет ничего невозможного. В нашей стране создаются все необходимые условия для поддержания молодёжных инициатив и гармоничного как личностного, так и профессионального развития.